В вафельном стаканчике и в пластмассовом, обычной и в шоколадной глазуре видов мороженого так же много, как и людей. Ведь каждый вносит в это лакомство что-то свое. Но одним из самых любимых для рязанцев по-прежнему остается эскимо. 24 января оно отмечает свой международный праздник. Именно в этот день, в 1922 году, Христиан Нельсон запатентовал неожиданное открытие. Он полил шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его эскимо пай, что переводится как пирожок эскимоса. Интересно, что это первый эскимо был без деревянной палочки, своего сегодняшнего неизменного атрибута, и обзавелось им лишь через 12 лет. Сегодня в мире насчитывают более 700 вкусов мороженого. Самые неожиданные из них – это мороженое с тунцом, с форелью, со вкусом креветок, морковью с помидорами, с мясным вкусом и даже со вкусом перца чили. За свою историю мороженое успело попасть и в Книгу рекордов Гиннесса. В 2011 году торт из мороженого, который весил более 10 тонн, изготовила канадская компания. А вот фруктовый лед уходит своими корнями в далекое прошлое. Он известен человечеству как минимум 5 тысячелетий. Еще Александр Македонский любил есть снег с нектаром и медом. Любили холодные десерты и на Руси. Хозяйки резали ножом замороженные пласты молока и подавали на стол молочную ледяную крошку. В некоторых семьях гостей угощали смесью из замороженного молока, творога и ягод. А вот настоящей фантастикой мороженое стало в Советском Союзе. Считалось, что уважающий себя гражданин должен съедать в год не менее 5 килограмм. Так, из лакомства для любителей оно превратилось в высококалорийный и витаминосодержащий продукт, обладающий к тому же целебно-диетическими свойствами. При этом низкая цена никак не влияла на качество. Советское мороженое было по-настоящему натуральным. Сегодня рязанцы тоже не прочь отведать знакомые с детства десерты. Когда-то мороженое делали и в нашем городе, но завоз закрылся больше пяти лет назад. Теперь под маркой рязанского мороженого прячется совсем другой производитель. Ульяновск производит мороженое «Люблю Рязань». Они вот, наверное, некоторые думают, что это рязанское, но ульяновское. Ульяновско свое все у нас позакрывали. А свое было очень вкусное мороженое. Особенно вот приезжают откуда-то из других городов и говорят, мы хотим попробовать ваше рязанское. Я говорю, не судьба. Популярностью пользуются также мороженое из «Люберец» из Кубани. А вот настоящим деликатесом стало высокотехнологичное мороженое. Да-да, производство любого лакомства не стоит на месте. Теперь для заморозки умельцы используют жидкий азот. Холодная жидкость не портит вкус и дает быстрый результат. К тому же оно полностью натуральное. Для изготовления понадобятся жирные сливки и сахарная пудра. Оно абсолютно безопасно. Почему? Потому что в нашем воздухе присутствует азот. Его там очень много, более 70%. И он для нас безопасен. Мы вокруг него, рядом с ним. Этот азот, это точно такой же азот, просто в жидком состоянии. И когда мы наливаем его в сливки, то он полностью испаряется, и его не остается совсем. То есть он является замораживательным, таким холодильником своеобразным. С виду масса похожа на творог, ее удобно накладывать ложкой. К тому же наполнить такой десерт можно любыми начинками. В дело идут серовы, посыпки и шоколад. Все зависит от фантазии автора. Оно очень вкусное, немного холоднее обычного и абсолютно натуральное. Они отличаются тем, что обычное мороженое не сладкое, а это сладкое. Однако технология пока несовершенна. Азот быстро замерзает и также быстро размораживается. Но какой бы ни была технология производства знакомого с детства лакомства, в международный день эскемон не грех съесть хотя бы одно из них. Продолжение следует...